Глава района продолжает встречи с жителями. Один из последних сходов граждан прошел на улице Шаумяна. Какие вопросы интересовали славянцев и что им ответили представители городской и районной администрации, смотрите в материале моих коллег. На встречу с представителями районной и городской администрации пришли жители улицы Шаумяна. Настроение у многих было приподнятым. Их просьбы отремонтировать дорогу были услышаны. Впервые за много лет на Шаумяна появилось новое дорожное полотно. Глава района подчеркнул, что это не единственные изменения, которые здесь произошли. Работы по благоустройству продолжатся. Приятно, что у нас тут такие изменения произошли. Благодаря всем нам вместе. Прежде всего, спасибо вам, что вы с инициативой не один год выступали. Давайте сделаем, давайте сделаем. За счет собственных районов и городского бюджета сделали дорогу, парковку, говорится, вам. Поэтому сейчас с Лайком Юрьевичем обсуждали, может быть, и по остановке подумать, чтобы люди могли ближе подъезжать. Но в целом жизнь продолжается. И я считаю, что не только дороги должны делаться, а все желания, какие есть, они у нас рано или поздно должны исполняться. Сейчас тоже вопрос обсуждали по уличному освещению. В целом в городе стараемся и тротуары строить, и парки строить, и скверы строить. Отремонтированная дорога по улице Шаумяна принесла не только радость местным жителям, но и огорчение. Дело в том, что теперь по ровному дорожному полотну машины ездят, не сбавляя скорость. Жители попросили помочь решить и эту, вновь возникшую проблему. Например, оборудовать дорогу лежачими полицейскими. Если мы положим его перед храмом, они приостановят. Да, да. Ну, может быть, да, вот здесь. И он не успеет уже скорость такую развить. Роман Синеговский дал поручение главе города проработать решение этого вопроса и помочь жителям. Также были озвучены проблемные вопросы, касающиеся качества медицинского обслуживания, чистки русла реки, оборудования автобусной остановки. Все обращения будут изучены и взяты на контроль для дальнейшего решения. В конце встречи жители поблагодарили руководство района и города за проделанную работу, пообещав оказывать всевозможное содействие в решении возникающих проблемных вопросов. Благодарю главу города, главу района. Особенно благодарю сильно от жителей, от вас от всех. Я ездил по домам, вы сами говорили, пусть придут сюда, мы хотим сказать спасибо. А я от имени своих избирателей говорю большое спасибо, большое спасибо. Магазин сделали, газ там есть, он сделан уже. Дорога есть, остановка будет, все будет прекрасно. Деревья посадили, да, и дальше все будет идти. Большое спасибо. Руководство Славянска и Славянского района не пустыми обещаниями, не прожектами, а практическими делами продемонстрировали и демонстрировали истинную заботу о населении, о простых людях. Дорога, я не случайно сказал, была нашей мечтой. Мы машину оставляли возле стадиона или возле Писаровых, в лучшем случае, и сюда ходили пешком. Даже грузовые машины тут не проходили, вездеход не проходил. Поэтому, как результат вашей работы, вы хозяин, вы здесь руководитель, первое лицо. Я вместе со всеми признаю тот огромный труд, который вы вложили в то, чтобы мы сегодня, как белые люди, на машине рулили к своему дому. Это нам казалось несбыточной мечтой. А сегодня все это есть. Я говорю от души, самую высокую оценку даю вашему, беспокойному, зачастую неблагодарному труду. Потому что возмущений, вот я сегодня слушал, больше, чем слов благодарности. Но тот, кто это знает, каким трудом это дается, то пропускает через свою душу, не вскользь по душе, а через душу. Тот понимает, что за этим стоит человек, который вкладывает туда все, что у него есть, физическое, духовное, моральное, материальное свое состояние, для того, чтобы сегодня гореть, как яркая свеча для своего населения, для людей, судьбу которых, которые верили на голосование, вам. Если у вас есть проблемные вопросы, которые требуют помощи района или городской администрации, вы можете обратиться в общественную приемную, телефон 4-11-12, или также прийти на сход граждан, которые будут продолжены. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».